всем привет меня зовут света и вы находитесь на моем канале из сегодняшнего дня я потихонечку начинаю снимать отчетные видео по совместному проекту создать свою мечту организатор проекта светлана с канала спицы и клубочки света тебе большой привет и спасибо за этот интересный совместный проект так также есть много хороших спонсоров о которых я укажу у себя под видео а также ссылки на участников этого совместного проекта тоже оставлю у себя под видео и сегодня конечно не 30 число сегодня всего лишь 27 но я уже начинаю снимать отчетные видео хотя бы только потому чтобы что если мне нужно выложить видео 30 числа то на дзен не надо заливать видео уже сегодня я не знаю девочки как у вас но у меня очень большая проблема с тем чтобы выложить загрузить видео на дзен это просто знаете вот что-то невозможное я иногда по нескольку раз заливаю это видео закачиваю у меня она опять срывается опять переходит в общем когда начинаю загружать опять как будто бы я не загружал опять открывается окошко файлы там галереи опять я захожу туда опять закачиваю я не знаю это просто вот никаких нервов не хватает поэтому конечно мы нам всем нравится youtube потому что все намного проще и очень долго заливается видео очень долго все очень долго и очень муторно и не факт что еще загрузится хотя на youtube у меня все буквально молниеносная но можно было бы как-то свалить эту ситуацию на интернет нет у меня хороший интернет все прекрасно хорошо грузится кроме вот этого вот самого дзена и то же самое с рутубом я попробовала и туда загружать я за все это время только одно видео с такой нервотрепкой загрузила что просто даже говорить об этом не хочу в общем это ладно все и теперь я начну показывать отчет с одной готовой работы которая у меня есть и это девочки шаль которую я вязала из пухонорки сейчас я ее разложу немного конечно вся она в кадр не поместится но насколько она поместится я вам постараюсь ее показать ну вот таким вот как-то образом я поместила в кадр самый вот уголок края этой шали и что я могу не сказать сначала скажу о том что какая вязка девочки вязка достаточно простая самые простые две вместе и накиды которые образуют в итоге такие небольшие интересные ромбики которые очень приятно смотрятся в таких изделиях как шали и в общем я сначала связала центральное полотно а потом уже делала обвязку то есть сначала я начала вязание вот от угла самого угла вот здесь вот и начала вязать постепенно прибавляя в каждом лицевом ряду по обоим краям по одной петли таким образом у меня стал образовываться прямой угол видите вот тут вот узор идет прям под углом я надеюсь вам узор виден сам то есть вот увеличивается количество петель образуя прямой угол и таким образом я связала всю шарь я рассчитала таким образом чтобы два матка этой пряжи которая у меня была пух норки как раз хватило на одну шарь и так у меня и получилось я оставила немножечко пряжи чтобы обвязать край и у меня прям вот в ноль ушла эта пряжа в ноль два матка соответственно это шаль стой соответственно эта шаль весит около 100 граммов почему около 100 граммов потому что девочки я вязала эту шаль в одну нить без добавочной нити все знают что у пуха норки есть добавочная нить я ее не использовала то есть вязала просто саму основную нить этого этой пряжи норки дам для того чтобы шаль была более тонкая более изящная конечно я рисковала потому что я слышала от девочек что якобы пряжа расползается но я сейчас насчет этого спокойно потому что я ее уже постирала я ее вычесала чтобы пух вот этот поднялся и с этой пряжей ничего не произошло а да конечно при стирке она утекала как бы изделие утекало да были было таким скользким раз казалось что она буквально разваливается как медуза но в то же время когда высохла все даже после того как я ее отжала ничего страшного не было она не расползалась все весь узор все ниточки все петельки сохранили свою форму и поэтому я из добавочной нити обвязала только вот этот вот финишный ряд самый последний ряд вот здесь вот буквально и больше у меня здесь добавочной нити нет нет и он эти два моточка добавочные нити у меня остались но я их точно куда-нибудь тоже применю это не проблема и в общем связалась такая шаль моими руками и размер этой шали таков в общем по диагонали так ну по по прямой стороне да если считаем что это прямой угол то по одной стороне у меня длина шали составляет один метр двадцать сантиметров соответственно диагональ уже высчитывается исходя из этой стороны ну то есть если считать от кисти до кисти в растянутом состоянии то кисти прикрывают вот эти оба конца вот таким вот образом ну то есть запах этой шали будет то что надо его можно будет вешать и и точнее можно будет и на плечи повесить и на голову одеть я вязала эту шаль для своей начальницы в подарок я знаю что она очень любит платки она любит очень шали и я думаю ей понравится тем более у нее никогда не было такого изделия вот из пуха норки ни с какими сложностями в вязание этой шали я не столкнулась все шло гладко четко и ясно единственное вот тут немножечко я потом в конце поменяла узор вот этой каймы изначально начала вязать один узор чтобы получались ромбики но мне он не понравился я решила сделать вот такими вот фестонами край они не такие большие не такие сильно выраженные но вполне вполне себе хорошо смотрятся в общем шаль у меня одна закончена и я со смелой совестью могу сказать что в этом проекте у меня есть уже одна готовая работа убираем шаль следующий процесс и здесь у меня не законченная работа я вязала себе интерьерную куколку и она у меня вот на таком вот этапе находится то есть вся куколка мною связана полностью вот она голова ручки ножки ручки кстати двигаются ножки нет куколка каркасная девочки внутри проходит проволока у меня вот одна проблема только что я взяла проволоку наверное слишком мягкую и видите голова болтается я наверное еще возьму проволочку и вот здесь через отверстие между петельками попытаюсь вставить эту проволочку прям до самых ступней в общем куколка у меня готова и теперь мне предстоит самое интересное глазки волосы хочется сделать волосы такие искусственные так как волосы настоящие не ниточки и и так же сделать нижнее белье обязательно которое будет трусики и тупик и дальше уже нужно будет ее одевать одежда у этой куколки тоже будет вязаная ну конечно в рамках этого совместного проекта так как он проходит будет длиться до самого нового года я надеюсь что все успею да точнее я уверена что все успею потому что я уже связала кое-какую одежку для этой куклы и это девочки у меня так сначала ее подвину это у меня есть вот такой вот светерок для куколки я еще не обрезала кончики вот они все торчат вот такой вот светерок так шапочка вот насчет шапочки не знаю что то у меня такая голова большая получилась у этой куклы шапочка связана по типу лопатка то вот здесь вот такие у бабочки идут такая вот шапочка и гетры кончики еще не обрезала потому что только сегодня связала вот такие вот гетры теперь значит я купила фетр чтобы сделать обувь ботиночки для куколки и так же у меня будет аппликация на свете ручки свете рог связала таким образом но видите да если бы я связала горлышко прям вот так то я бы не смогла его надеть мне пришлось сделать здесь вот такой вот разрезной соответственно я буду одевать из спокойно одену его на тело и вот здесь сзади будет уже наверное или на липучках или на маленьких пуговка вот вязала по мастер-классу я вам уже буду говорить какой мастер-класс чей мастер-класс я обязательно вставлю ссылку на автора автор ирина рогашова и она очень подробно очень доступно описала вязание этой куклы единственное что девочки в моем случае не подошло это то что если бы я сделала вот эту вот голову по описанию ирины то она получилась бы еще больше на данный момент мне это кажется что голова такая довольно большая до крупная но если бы я сделала по описанию ирины то есть здесь у меня должно быть вот на самой большой точке да где заканчивались прибавки 66 петель я пропустила эти ряды и у меня здесь петель около 60 точно не даже и уже не посчитала то есть у меня меньше а то голова которую я вязала изначально то есть я связала сначала 66 петель она была прям вообще огромная и было и некрасиво и не за мне кажется как-то совсем уж прям не то в общем все остальное связано точно в точности как ирина рассказывает у себя в мастер-классе вывезена ступня сделано коленочка сделано вот этот вот изгиб голени сделано бедро на бедре вот тут вот расширение есть так вывязан такой хороший животик вывязана попочка вся вот здесь вот прям булочки так хорошо выделяются вывязана талия так ну так как это ребенок груди конечно нет просто грудная клетка как бы спереди немножечко больше чем сзади очень изящная тоненькая шейка ручки ручки точно также есть локоточек есть изгиб на обратной стороне локтя есть ладошка и такая кругленькая хорошенькая голова но только вот видите все трясется и так как тоже проволочка у меня мягкая то куколка но как бы не очень хорошо стоит если я воткну потверже проволоку то она и стоять будет хорошо пока я не связала голову она очень даже хорошо у меня стояла но когда голова она видимо тяжелая и перевешивает в общем вот такая вот я даже кстати могу вот одну гетру сейчас на нее натянуть но у нее будут еще ботиночки вот такая вот куколка вот видите какие гетры классные вот конечно когда будут заправлены кончики когда будет ботиночки будет все супер смотреться вот ну в принципе вот то что я хочу вам показать на данном этапе работа будет продолжаться куколка будет я думаю интересная рожицы кстати у нее не будет будет просто щечки румяненькие два глазика и все и сейчас я вам покажу следующую свою работу которую я делала в рамках этого совместного проекта это и это девочки вот такой вот как я его назвала шазюбль хотя мне кажется сейчас что это далеко не шазюбль шазюбль это такой жакет или жилет такой где очень много такой довольно дырявый да где много дырочек ажурной но у меня конечно это изделие тоже ажурная но не такое сильно ажурная как предполагается в названии предмета одежды как шазюбль то есть вот такая вот интересная вязка я его не отпарила не гладила ничего не делала хочу уже готовое изделие и отпарить и погладить и постирать в общем вот такая красивая очень вязка мне нравится интересно получается и соответственно ширина тоже она как бы немножечко стягивается на основе резинки все вяжется поэтому такая ширина тоже хорошая есть я не буду пока говорить каким фасоном будет связана эта модель вы все увидите когда будет уже готова но сейчас хочу сказать что вяжется легко единственно трудный ряд идет там где вот эти вот шишечки тут приходится немножко концентрироваться и в общем уделять такое большое внимание и там делать все аккуратно и также немножечко трудно здесь когда вот эти вот перекрещенные петельки идут когда они то есть сходятся и соответственно здесь когда они расходятся вот тоже немножечко нужно менять петли перекрещивать их ничего страшного в общем могу сказать что узор не трудный и и еще хочу сказать то что когда я довязала примерно сантиметров двадцать двадцать пять я посмотрела сделала для себя вот это не шизюбль и все стала искать другой узор я накачала кучу всяких схем чтобы сделать это полотно более дырявым и и в общем сделала образцы но все таки вот то что я связала и то что вы видите у себя на экранах этот узор все таки лидировал и я решила оставить свое изделие таким какое оно есть те узоры которые я вязала мне не очень понравились в этой пряже это был и узор листья по мотивам брунелла кучу нелли это были и другие листья это был были и ромбики это были и полоски это были и такие вот диагональные ромбы большие которые на все полотно идут но все это в общем не соответствовало моим ожиданиям поэтому узор остается вот этот на данный момент я связала уже около 70 сантиметров длиной до не особо большой объем работы за месяц который мы уже работаем до в этом совместном проекте но я еще кроме этого кроме совместного проекта я вязала еще кое-какие есть процессы у меня я вам их показывала тоже поэтому не так быстро двигается ну и как бы я для себя определила то что я уже не успею его поносить этой осенью это такая модель которую нужно будет надевать так чтобы она была как верхняя одежда поэтому к весне мне вполне хватит если я его успею связать напомню что вижу вижу из вот такой вот белорусской полушерсти вижу в четыре нити я не помню какая толщина нити было изначально то есть в одну ниточку была бобинка я смотала в четыре нити и вот так вот вяжу в общем примерно если посчитать здесь получается двести восемьдесят триста метров на сто грамм примерно такой вот толщины ниточка и это следующий процесс не убирая этот процесс хочу еще напомнить что я брала на себя обязательства чтобы связать из пушистой пряжи мишку теди мишка тоже должен быть небольшой и самое большое это 20 сантиметров но я девочки пока даже не начала вязать этого медведя потому что время еще есть если я буду кидаться от одного процесса к другому я думаю это ни к чему хорошему не приведет поэтому я отложила пока этот процесс и когда какой-нибудь из моих процессов в рамках этого процесс проекта будет уже готов то я начну медвежонка его я конечно же хочу связать и пряжа у меня к нему тоже уже есть так что это будет то есть еще предстоящий процесс который будет у меня в этом проекте и сейчас вам покажу еще одно изделие над которым я работаю и наверное это будет уже все что я заявляла в этих в рамках этого совместного проекта и это мои дорогие моя шаль или платок которую я плету на филейной игле или вот таком вот челночки я уже выпускала видео и показывала как надо плести в общем я таскаю с этой минажницы я убрала вот здесь уже вот эти вот вазочки до тарелочки и просто сама вот это вот каркас таскаю эту минажницу за собой как таскаюсь точнее как курица с яйцом везде вот какую комнату не пойду я таскаю его за собой и в общем могу сказать что не так много тоже я сплела площадь работы увеличивается то есть видите у меня сначала здесь было там небольшое количество теперь уже возрастает вот этот вот как сказать диагональ да и мне приходится с каждым рядом все дольше и дольше плести но плести конечно нравится кстати челночок очень хороший мне немножечко пришлось его подработать то есть я сначала когда нам кинула на него вот нить да то он вот здесь вот где соприкасаются две вот эти створки он рвал нить мне пришлось его немножечко вот так вот растянуть раздвинуть немножечко пилочкой для ногтей вот тут подшкурить чтобы нить не рвалась и теперь мне очень удобно и хорошо им работать я взяла самый маленький размер самый тоненький так как у меня и сама вот эта ячейка клеточка получается 3 миллиметра на 3 миллиметра примерно может быть от силы 4 это такая очень хорошая величина этой клеточки думаю красиво получится есть у меня узелки я не знаю будет ли вам видно так надеюсь фокус не пропадает потому что я не могу следить за камерой сейчас и вот такие вот узелки которые я не обрезаю я их просто оставляю вот ниточки такими длинными далее когда я закончу уже весь платок я сам узел вот тут где узел завязан я буду капать буквально одну капельку бесцветного лака и когда все высохнет буду под корень обрезать все эти кончики их абсолютно не будет видно и потом уже буду гладить и вышивать в общем не могу сказать сколько у меня по диагонали потому что видите такой как гармошка на данном этапе но если считать по прямому по катету да скажем так не по гипотенузе а по катету то здесь у меня 35 сантиметров я уже сплела вот и по мере того как я плету то есть увеличивается я вот здесь вот где у меня завязана я эту шаль вот таким вот образом наматываю и соответственно у меня шаль вот как бы здесь я собирается и плести легче становится чтобы не толкать туда назад кстати мастерица у нас который плетут в селах такие платки они используют даже гантели у них стоят такие гантели или гельки от весов и они на них вот так вот наматывает потому что вся вот эта конструкция вся наша работа должна быть под довольно хорошим натяжением иначе клеточки могут получаться неровными и некрасивыми ну вот девочки вот такой вот у меня отчет очень интересно послушать отчеты других девочек посмотреть как двигаются у них работы я уверена что у них тоже все очень прекрасно посмотреть работы наших спонсоров и нашего организатора и обязательно буду смотреть обязательно буду писать вам комментарии и на этом хочу попрощаться с вами сказать всем тем кто участвует в этом проекте с кем мы вместе вяжем большое спасибо за участие пожелать всем легких петелек прекрасных изделий всего самого наилучшего всем пока а